Передать теплоту дерева, его силу и красоту натурально и максимально качественно – задача иностранного торгово-производственного унитарного предприятия «Стенлес», у руля которого сегодня стоит Роман Гришковец. Предприятие основано в Пинске в 2003 году. Говорить о конкуренции с местными монстрами деревообработки, такими как «Пинскдрев», пока рано. Но стоит отметить, что «Стенлес» уверенно занимает свою нишу, производя мебель из стопроцентного массива древесины и держит курс на успех. Для себя и для всего коллектива ставлю задачу, мы должны произвести продукцию, которая будет востребована на рынке. Привожу всегда часто пример с Эйплом. Джоб сумел создать продукт, который ликвиден во всем мире. Для мебели это довольно сложно, она традиционная, но мы пытаемся в своей мебели сделать, чтобы это была какая-то изюминка. Изюминку в первую очередь видим в экологичности, в чистоте. По итогам 2016 года решением местных властей Роман Гришковец был удостоен почетного звания «Человек года» в области предпринимательства. Ему удалось привлечь рекордную в нашем регионе сумму иностранных инвестиций для развития деревообработки. Кроме того, руководство Брестского облсполкома оценило высокие достижения в труде и личный вклад Романа Гришковца в социально-экономическое развитие Брещины. Как результат, звание «Человек года-2016» в номинации «Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и предпринимательство». Успех, во-первых, это не мой успех. Это, надо понимать, трезво, это успех всего коллектива. Коллектив, который в настоящее время сейчас на предприятии сложился, он вполне боеспособный. Все люди знают меру ответственности ввиду того, что время тяжелое. Хотелось бы особо отметить главного бухгалтера предприятия, начальника производства, главного бухгалтера Маскевича Иванова Василина, начальник производства Соломаев Юрий Алексеевич. Очень серьезные специалисты, высококвалифицированные, которые во многом помогают мне осуществлять все задуманное. На предприятии сегодня трудятся 130 человек, огромный коллектив. И, казалось бы, не избежать полярности мнений, но отзывы о начальнике и его заслуженной награде звучат исключительно теплые. Арман Федорович – руководитель требовательный. Главное, он мебельщик, у него есть изюминка создать тот продукт, который продается. Вот это, мне кажется, не у каждого руководителя есть. Старается, все для завода, все для людей, для рабочих, для нас. К людям относятся очень хорошо, входит в всех положениях. Коллектив у нас тоже дружный, я думаю, что благодаря нашему директору. Ну, очень добросовестный человек. Он целеустремленный, пользуется неприкасаемым авторитетом среди рабочих и руководящего персонала. Как человек тоже очень хороший, и выслушает, и поможет, и даст дельный совет. Я здесь уже работаю на Стенлесе 11 год. Можно сказать, за те годы, когда он здесь работает, видно его работа. То есть, раньше мы делали только мебельный щит, а сейчас мы делаем очень много мебели. То есть, и шкафы, и кровати, и столы. То есть, очень много заказов он нам дает. То есть, можно сказать одним словом, он нам дает работу. В чем, собственно, результат работы? Простые геометрические формы и никаких излишеств. Никакого декора, резьбы, лепнины, золочиния. Незамысловатая мебель, но это только на первый взгляд. Все величие в природной чистоте. Изделия на 100% состоят из массива дуба. Скандинавский стиль мебели востребован пока что за границей. 90-95% продукции Стэнлес отгружается на экспорт, где основные рынки сбыта – Российская Федерация и страны Евросоюза. Оставшаяся часть реализуется в Беларуси, в областных центрах. Свыше 1 миллиона 200 тысяч евро. Такова стоимость продукции, произведенной предприятием в 2016 году. Белорусский рынок, к сожалению, не столь емкий. На нем довольно сложно, большая конкуренция, много производителей. Из планов, которые на 2017 год, мы для себя ставим задачи выйти на объем до 2 миллионов евро. На сегодняшний день объем товарного производства уже составляет около 450 тысяч евро. То есть фактически задачи, которые мы для себя ставим, я думаю, они вполне выполнимы. Объем заказа на сегодняшний день позволяет рассчитывать на то, что мы достигнем этих цифр. Пока же все идет по графику и согласно задачам бизнес-плана. Активно ведется строительство и модернизация производства, которые позволят выйти предприятию на более существенные объемы. В цифрах это 4,5 миллиона евро к концу 2019 года. К концу этого года запланирован ввод в эксплуатацию нового сушильного комплекса и строительство котельной. Также прорабатывается возможность изготовления мебели из бука, которые не произрастают в Беларуси, поэтому придется закупать его в Украине или Румынии. Очень важно было при формировании коллектива создать атмосферу клуба по интересам. Кому неинтересно, тот не работает. На самом деле сейчас интересно всем, и люди уже начали сознавать. Произвели продукцию, получили деньги, не произвели, не получили. Уже не надо никого заинтересовывать. Давайте работать, давайте работать лучше. Люди сами понимают, что надо делать. В общем, коллектив у меня золотой. Спасибо коллективу. Я горжусь этим коллективом, горжусь, что я им руковожу.